О текущей ситуации в регионе мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается доктор исторических наук Александр Кабринский. Александр Львович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, фейковый режим в Карабахе потерпел фиаско. Сегодня лица, совершившие преступления против азербайджанского народа, мирных граждан, один за другим привлекаются к ответственности за содеянное. То есть точка в карабахском конфликте, она поставлена. Что сейчас мешает Армении сесть за стол переговоров, на ваш взгляд? Или, может быть, кто? Армении мешает сесть за стол переговоров ее премьер-министр, который совершил уже очень много ошибок, политических ошибок. Лишний раз показывает, вообще вот судьба Нагорного Карабаха, судьба переговоров Армении с Азербайджаном, лишний раз показывает тот факт, что нельзя приходить к власти путем переворота в кому-нибудь попадя. Это объективная реальность. Когда человек не делает в политике долгого пути, не проходит, он начинает совершать совершеннейшие глупости. И это вот, к сожалению, то, что сделал господин Пашинян. И привлечение в регион стран, которые не имеют отношения к этому региону, ну, решительно никакого, ни исторического, ни, так сказать, нахождения в этом регионе, это всегда чревато непониманием соседей. И всегда чревато тем, что ты добьешься прямо противоположных результатов. Вот я много раз уже писал, много раз говорил о том, что политика многовекторности это всегда путь к государственным переворотам. А дружба с англосаксами это путь к войне и конфликту. Мы с вами говорили там полгода тому назад о том, что если вот как раз он стал ориентироваться на Евросоюз, на коллективный запад так называемый, на англосаксов, господин Пашинян, я уже тогда сказал, что войны не избежать в этом вопросе. Поэтому жители Карабаха должны благодарить, так сказать, всю катастрофу, которая с ними произошла за последние даже несколько лет, можно говорить, господина Пашиняна, цель которого... Вообще складывается впечатление, что задача Пашиняна была отомстить карабахскому клану за то, что они когда-то его посадили в тюрьму. И вот он делал все для того, чтобы натравить, вынудить господина Алиева применить силу. Хотя договориться можно было за эти годы многократно и в бесконечное количество. В гораздо лучших условиях как для самого Карабаха, так, собственно говоря, и для Армении. Но мне представляется, что президент Азербайджана был поставлен уже в такие условия, что невозможно было дальше вот это вот все тянуть и терпеть. Потому как, если, например, американцам удастся провести переворот в Грузии и привести к власти туда своих людей, то через Грузию откроется мощнейший канал поставки вооружения в Армению. И тогда крови было бы кратно больше в регионе. К сожалению, регион сегодня покидают жители. И вот я бы на самом месте, как говорится, на месте азербайджанцев подумал, как их удержать. Потому что уход жителей – это все равно большая потеря для государства. Большая потеря. Я понимаю накопившиеся обиды, я понимаю накопившиеся претензии. И там кровную месть понимаю все это дело. Но Азербайджан сегодня победитель. И даже вот тех, кого вы там задерживаете и осуждаете, честно говоря, я ожидаю, что после вынесения им приговоров президентам Азербайджана они будут помилованы. Потому что по большому счету нельзя судить людей за исторический, как говорится, вот этот вот катаклизм, который произошел. И несмотря на то, что они принимали в преступных деяниях участие, мне кажется, здесь надо, вот, мировое сообщество бы оценило, если бы Азербайджан занял позицию такого льва-победителя. Лев, он, 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 он с широким жестом. Ну посмотрим, как говорится, судьям виднее, и здесь мы не будем вмешиваться в правосудие. Ну просто это, как говорится, по-человечески хотелось бы. И я вот со своей стороны возлагаю ответственность за произошедшее, конечно же, на армянскую сторону. В данной ситуации, вот, на произошедшее. Александр Львович, ну вот все эти годы миф о так называемом Мияцуме всячески поддерживали лоббисты Армении, ангажированные политики, они финансировали армянские бандформирования в Карабахе, оказывали им помощь. И вот и даже сейчас, после провала преступной хунты, проживающей за рубежом армяне все еще грезит реванши. Вот что подпитывают эти реваншистские настроения? Вы знаете, история сложная очень наука, многие считают, что это не наука. Нет, это очень сложная наука со своими законами, со своими... Безусловно, я почему и сказал вот в первой части, что я жду позицию льва. Потому что если Азербайджан додавит, например, ну и выгонит оттуда, как говорится, людей, то это навсегда конфликт останется. Он примет, так сказать, заморозку, может быть, на 100 лет, но будут пробовать, реваншистские идеи будут зреть. Если же удастся найти вот это вот мудрое решение, которое позволит армянам сохранять свои святыни какие-то, свои дома, сохранить свое имущество. Может быть, даже нужно выплатить компенсацию людям, которые уехали под гарантию отсутствия претензий дальнейших. Ну, это мы сейчас тут все не обсудим. А реваншизм, опять же, он исходит от англосаксов, которым нужен конфликт в регионе. Понимаете? В Штатах мощнейшее лобби армянское находится. А конфликт в регионе англосаксам нужен. Вот кровь из носу. Им нужно, чтобы люди убивали друг друга. Им проще контролировать мироустройство. Проще контролировать, вставать как бы над, с широкими жестами и все. И они будут цепляться за любую детальку, самую маленькую, чтобы раздувать эти реваншистские идеи. Поэтому чем дальше англосаксы будут от региона, тем больше вероятность мира. Чем ближе они будут, а, к сожалению, в Армении, как мы знаем, находится самое большое посольство этой страны. Больше только в Багдаде, но по численности населения. Ой, прошу прощения, по численности дипломатов. Ведь население, потому что они там живут, и их почти столько же, сколько... Там на каждую тысячу армян приходится один американец. Это все серьезные вещи, все серьезные очень вещи. Хоть я и со смехом это говорю, но при любых, так сказать, сложных ситуациях надо сохранять хорошее настроение. Весь конфликт будет исходить только от желания англосаксов устроить хаос в регионе. Александр Львович, ну вот власти Армении, они каждый день публикуют какие-то фантастические цифры прибывших из Карабаха армян. Но вот даже если учесть эти цифры, они завышены в несколько раз. Складывается вот картина такого массового выезда армян из Карабахского региона Азербайджана. Вот неужели правившая военная хунта, она успела запугать население тем, что с ними может что-то произойти, если они вдруг останутся? Ну, вы знаете, тут даже дело не в запугивании. Ну, во-первых, она правила не несколько лет, а 30 лет. На примере Украины мы видим, что можно сделать с людьми за 5 лет, за 6 лет, а здесь 30 лет. Ну, это же поколение выросло, понимаете? Ну, это, к сожалению, так. И здесь плюс накопившиеся обиды, плюс кровники появились, плюс появились всевозможные, так сказать, претензии между соседями, некогда в мире жившими. Это все очень сложный процесс. Процесс примирения, он гораздо более сложный процесс, чем процесс, так сказать, отвоевывания своей земли. И Россия сейчас столкнется примерно с такой же ситуацией, как сталкивается Азербайджан. Но, честно говоря, вот из России видно, что да, жители Нагорного Карабаха сильно запуганы. Они запуганы тем, что Азербайджан придет и будет их убивать. Это так, к сожалению. И здесь нужна очень серьезная работа для того, чтобы преодолеть вот этот вот стереотип, который сложился у гражданского населения. Александр Львович, большое вам спасибо за ваш комментарий, за то, что подключались к нам. Вам всего доброго. Всего доброго. Я напомню, что к нам подключался доктор исторических наук Александр Карбинский. Продолжение следует...